В скупых строках биографии раскрывается жизнь исключительной женщины, грамотного руководителя, выдающейся личности, человека с большой буквы. Судьба привела Нину Фёдоровну в Балаклавский район осенью 1944 года вместе с другими переселенцами из Воронежской области, которые прибыли восстанавливать разрушенное хозяйство района. С победного 1945 началась её партийная карьера. Она была избрана секретарём Родниковского сельского совета депутатов трудящихся. В 1949 году стала секретарём Балаклавского районного совета, а в 1962 её назначили председателем Балаклавского райисполкома. За свой плодотворный труд Нина Фёдоровна была награждена орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почёта, семью медалями. Её огромный личный вклад в развитие Балаклавы снискал уважение местных жителей. И до сих пор добрая память об этой удивительной женщине живёт в наших сердцах. На доме, в котором жила Нина Фёдоровна Селиванова, установлена мемориальная доска. Сегодня мы впервые празднуем День России в составе Российской Федерации. И сегодня было приложено много усилий. Всё, что от нас зависит, для того, что именно в этот день была открыта памятная доска. И чтобы, знаете, Балаклава, вот пример поколений, наши дети смотрели на эту доску. Это был скромный человек, который пешком ходил на работу, который, дойдя до работы, знал, где плохо, где хорошо. Который говорил тихим голосом, но его слышали все руководители района. И сегодня мы потомкам в пример честуем эту женщину. Говорим огромное спасибо, что такие люди были в Балаклаве. Это соль земли. Дай Бог, чтобы мы хотя бы чуть-чуть были похожи на такого человека. Вас всех с праздником. Я благодарю родственников. Я вот у нас, Семён Маркович, приходили, все давно задавали этот вопрос. Когда мы откроем Госпу Нина Фёдоровна? И сегодня мы здесь сегодня собрались, мы её открываем. И я думаю, это, ну, крупитно, то, что мы можем воздать дань за её труды. Всех с праздником! Дорогие друзья, каждый из нас, живя эту жизнь, остаётся кто-то в памяти друзей, кто-то близких. И так большинство. И только удел очень немногого количества людей оставаться в памяти целых городов, районов. Нина Фёдоровна была как раз таким человеком. Нужно действительно работать очень много, с полной самоотдачей, чтобы на протяжении стольких лет не только руководить районам, но и чтобы, уходя с этой должности, тебя ещё многие-многие годы помнили. И не просто помнили, а вспоминали добрым словом и ставили в пример другим руководителям. Когда говорят, руководители о чём-нибудь говорят, а вот Селиванова делала вот так вот. Это та планка, на которую она подняла эту должность, подняла своей самоотдачей, подняла своим трудом, своим отношением к людям. И пусть эта доска будет не только напоминанием тем, кто знал, что она жила в этом доме, что она руководила Балаклавским районом, но и тем, кто сегодня ещё мал, кто ещё не знает, что такое руководить, но пусть они знают, что в Балаклаве есть, были такие люди, и их помнят не только руководители, помнят простые балаклавцы. Это дороже намного, чем просто память руководителей. Любовь народа завоевать очень сложно. И чтобы столько лет держалась эта память, это нужно было быть необычайным человеком. Всех вас с праздником! С Днём России! Уважаемые товарищи, сегодня совершается событие, которого мы ждали несколько лет. Наконец-то воздаётся должное памяти Днины Фёдоровны Селивановой. Здесь уже говорили, что это был необычный человек. В своих трудовых свершениях она совершила то, чего достиг Балаклавский район за годы её хозяйства. Её не зря называли хозяйкой Балаклавского района. В то время Исполнительный комитет районного совета, это был главный исполнительный орган, который руководил всей жизнью района. Исполнительный комитет занимался и развитием предприятий промышленности, и сельским хозяйством, и строительством. Достаточно сказать, что в те годы сдавалось до 20 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. И культура, и образование всё держалось в руках и на плечах этой женщины. Я был лично знаком, мне повезло лично знать Нину Фёдоровну. Это был необычный, необычайно скромный человек, который всегда общался с народом, с людьми. Она ходила по Балаклаве, встречалась с людьми, беседовала, никогда не изображала из себя чиновника или чиновницу. Это был человек высокой культуры, с высокой, всеобъемлющей душой, который всегда находил возможность общения и уважения к людям, которые её окружали. Пусть навсегда сохранится в наших сердцах память о Нине Фёдоровне Селивановой. Слава ей навеки! Слово предоставляется члену законодательного собрания города Севастополя Пархуменко Василию Михайловичу. Уважаемые товарищи, уважаемые балаклавцы, очень приятно, что вот в День России, в канун Дня Города, балаклава украсится ещё одним памятным знаком в честь своей выдающейся дочери. Я не побоюсь эти слова, потому что лично знал неуперную бытность её руководителям балаклавского района, знал и далее по её общественной деятельности. И скажу вам так, что когда Красный Совет, восстановив звание почётного гражданина города, единогласно принял решение о присвоении этого звания Нине Фёдоровне, это, наверное, единственный, первый и надолго единственный случай, когда руководитель района присваивалось это звание. Это значит, её заслуги, её качества необычайные были признаны всем городом. Это действительно так. Я иногда удивлялся, ну как вот такая обаятельная, маленькая, хрупкая женщина может проявить такую волю, такую твёрдость, когда это касалось отстаивания интересов балаклавы, когда это касалось отстаивания интересов её избирателей. И вместе с тем у неё всегда находилось и доброе слово, и ласка, и она могла помочь любому человеку, кто к ней приходил за помощью по тем или иным вопросам. Мне очень приятно вот сегодня, что в Балаклаве появится вот этот памятный знак, эта почётная доска, потому что Нинфёдоровна проявила верность своим политическим убеждениям. Она до последнего дня была членом Коммунистической партии и никогда не изменяла ни клятви, которые она дала городу и Балаклаве, ни клятви, ни верности своей партии. Чем не образец высокого служения долга? Пусть её действительно память о ней сохранится в наших сердцах, и пусть молодёжь, проходя мимо этого здания, мимо этой доски, вспомнит её для всех балаклавцев святое имя. Честь и хвала тем, кто о ней помнит. И дай Бог нам уподобится ей в наших делах, в наших начинаниях. Спасибо вам. Дорогие друзья, здесь присутствуют члены семьи Нины Фёдоровны, и мы предоставляем слово племяннику Селивановой Нины Фёдоровны, Селиванову Максиму Александровичу. Уважаемые граждане с отечественниками, для меня лично это очень волнительный день, здесь прозвучало много тёпых слов в памяти о тюрьме. Я хочу сказать, что самая трудная работа — это оставаться человеком. Бог не дал мне ни Фёдора, ни детей. Поэтому и твою нерастраченную любовь она тратила на всех жителей Балаклавы. Среди присутствующих на нашем митинге есть и наша балаклавская поэтесса — Валентина Ефимовна Яковлева. Мы предоставляем ей слово. С Ниной Фёдоровной мы переселенцы в 44-м году в Воронежской области. Моя свекровь, мой муж здесь был, мёртым очень до 47-го года после. И о ней много хорошего слышно. И я сейчас экспромту по просьбе Зинаиды Марковны, уважаемой нам человеком Балаклаве, попросила вот только что за чашкой чая написать такие слова. «Вся жизнь прошла для Балаклавы. Вы путеводная звезда. И ваш наказ мы выполняем. Достойно жить с Россией навсегда». Ну, меня, конечно, все же знают, но я хочу, чтобы я работала с Ниной Фёдоровной. Работала долго, 8 лет. Вот. Потом меня, конечно, потянуло на производство, так как я инженер. Так как я инженер. И поэтому я, конечно, уже отошла. Но связь всё время держит. Всё время. И нужно сказать, вот здесь много хороших слов. А я хочу сказать, что у него есть только вот два и три слова. Этот человек был большой бухлый. Так будем же мы его помнить. Помнить, и пусть она останется в наших сердцах. Как самый хороший товарищ, как самый близкий друг, с которым можно было им посоветоваться. Можно было прийти, ну, говоря, извините, попататься. Вот. Так что я думаю, что все тут взяли. Но и Нина Фёдоровна. Память её, я думаю, останется в наших сердцах. Ну, обеточки. С Ниной Фёдоровной Селивановой я проработала в исполкоме районного совета 10 лет. Значит, я пришла туда после работы юристом в водоуправлении. Работы советской я особенно не знала. И поэтому, значит, я считаю, что я, естественно, ученица Нины Фёдоровны. Она была великолепным организатором, замечательным руководителем. Я всегда поражалась уникальностью и широте её знаний. Потому что она работала с руководителями крупных наших предприятий. И она разбиралась и в сельском хозяйстве, она разбиралась и в строительстве, она прекрасно разбиралась и в промышленности. Она, собственно говоря, создала здравоохранение. Значит, её усилиями были построены у нас очень много, очень много, очень много жилья, целые микрорайоны. Её усилиями были построены больницы, поликлиника, пристройки к школам. Причём она не только занималась строительством и укреплением материальной базы, она помогала привлекать хороших специалистов и в медицину, и в образование, и на предприятия. То есть это был человек уникальный в полном смысле слова. И за время её работы в исполкоме совета, значит, у нас образовался замечательный трудовой коллектив. Нина Фёдоровна следила за тем, чтобы любой человек, который пришёл в исполком со своей проблемой, со своим вопросом, со своим делом, был всегда принят, независимо от приёмных дней. И вопрос должен быть разрешён. Значит, не сразу, но потом, но при всех условиях. Вы знаете, всё-таки это действительно, это уникальная личность, это замечательный человек, но и кроме всего прочего, кроме всего прочего, она ещё и очень добрый человек. Практически вот здесь родственники, делами которых она занималась, устраивала их судьбы, учила их. Ну и надо сказать, сказать добрые слова в адрес Игоря Юрьевича Кондратьева, который практически прожил с ней очень долго, и был её второй половиной или первой, не знаю, но он был мужем, он был поддержкой, и во всяком случае, во всяком случае, Нина Фёдоровна всегда очень тепло и добро отзывалась о нём. Поэтому, я считаю, что слабо, то есть память о Нине Фёдоровне, вот пока мы все с вами живы, она будет всегда тоже жива. Молодёжь, может быть, не знает, кто это такая, поэтому вот установление этой доски почёта, то есть не доски почёта, а памятной доски, это очень важно для Балаклавы. И важно, чтобы в школах, в школах рассказывали о ней, чтобы рассказывали о том, дело в том, что вот на её долю пришли 60-е, 70-е, начало 80-х годов, период, когда в Балаклаве шла колоссальная стройка, стройка всего, когда разве... Вот практически, вы посмотрите, вот все зелёные насаждения, все парки, которые у нас здесь есть, в Балаклаве, это всё дело её рук, между прочим, дело её энергии, дело её заботы. Значит, Нина Фёдоровна прекрасно знала, вы помните, у нас были замечательные три саххоза в районе, крупнейшие предприятия, это и виноделие, это и сечка... это... зерноводство, это и животноводство, и она разбиралась во всех этих вопросах. И любой руководитель с большим уважением всегда прислушивался и к её требованиям, и к её советам. Здесь присутствуют люди, которые работали с Ниной Фёдоровной, Надежда Алексеевна Колесник, которая пришла к нам в ордотделы инструктором и доросла до председателя районного совета. Значит, Провоторова выскочила из головы. Татьяна Прокофьевна, значит, она тоже начинала, начинала юной девочкой, связисткой у нас в районе, и тоже стала уже, так сказать, крупным специалистом, депутатом районного совета много лет, значит, Киева, Валентина Прокофьевна, то же самое, она тоже девочкой практически начинала Киевна Киевна. И так можно перечислять очень многих здесь присутствующих, очень многих, я не буду всех называть, но я считаю, что вот пока живо наше поколение, память о Нине Фёдоровне всегда будет жива и очень доброй. Бег времени не остановишь и не изменишь ничего. Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещё. Плывут их души облаками и слёзы льют грибным дождём и наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём, дают советы в сновидениях, оберегают от беды, а мы порой не замечаем слова средь бренной суеты, но память, верный наш хранитель, даёт подсказки, и тогда нам что-то в сердце вдруг наполнит, она здесь с нами навсегда.